Алло. Алло. Да. Олег, добрый день. Добрый день. Меня зовут Людмила. Звоню, кстати, на вашей регистрации по программе вот Газпром. Да, вы интересовались? Да. Самостоятельно получилось разобраться, как и на чем можно зарабатывать или остались еще вопросы? Да я еще не успел разобраться, ведь вы позвонили через три минуты после регистрации. Я поняла. А мне пришла ваша анкета. Я увидела, что у вас не получилось непосредственно активировать ваш торговый счет, поэтому я вам позвоню помочь. Я еще не пытался активировать, я анкету не заполнял, что за анкета. Ну вот почему? Вы регистрацию сейчас прошли. Мне пришла непосредственно ваша анкета. Так. И таким образом мы с собой забронировали место в группе. Смотрите, меня зовут Людмила, я ваш аккаунт-менеджер. Звоню вам о помощи активации торгового счета, плюс отвечу на вопросы, если такие возникнут в ходе нашего с вами диалога. Хорошо? Обещаете, что ответите? Обещаю. А если вы не сдержите обещание, то как будем вас называть? В смысле не сдержу обещание? Ну вы обещаете, что ответите на вопрос. А если на какой-то вопрос вы начнете крутиться-вертеться и уходить от него, то я тогда вас буду всякими плохими словами называть. Хорошо? Ну мне бы не хотелось. То есть вы допускаете, что все-таки будете крутиться-вертеться? Нет, я не собираюсь крутиться-вертеться. Значит, вам бояться нечего? Мне бояться абсолютно нечего. Ну значит, договорились. Если будете крутиться-вертеться, значит вы бяка, правильно? Вы даже меня не знаете, а уже обзываете. Я еще не обзываю вас. Я говорю, что вы будете бякой, если не будете отвечать на вопросы. Нет, я буду стараться отвечать за ваши вопросы. Стараться не быть бякой, да. Поехали. Поехали. Хорошо. Олег, а у вас ранний опыт был вообще в инвестициях? Нет. Сколько вам полных лет? Ну мне полных лет больше 18. Ну же, неплохо. А все-таки? Ну больше 20, хорошо. Меньше чего? Меньше 100. А точно, какой ваш возраст? Ну уже неплохо. От 20 до 100, да. А вам сколько лет? Мне 37. Ну и мне примерно так. Плюс-минус 15. В какую сторону? Больше или меньше? Ну оно колеблется. В смысле колеблется? Возраст ваш колеблется? Ну это ж на ощущениях обычно. А в паспорте у вас же какая-то дата конкретная написана, правильно? Без колебаний? Да даже в паспорте колеблется. В смысле? Нет, но иногда смотришь на цифры, а они начинают меняться, шевелиться. А нет, побудьте, пожалуйста, одну минуту, он со мной связывается, финансовый департамент. Зачем? Финансовый департамент, наверное, узнали, что Людмила позвонила мне. И срочно, срочно через вторую линию ее вызывают, чтобы дать инструкции, как со мной общаться, сразу послать или... Алло, Олег, спасибо, что оставались на линии. Продолжим наш диалог. И все-таки мы говорили с вами о возрасте. Сколько вам точных лет? А зачем вам звонил финансовый департамент? Вопросы были по клиентам по одному. По какому? По что? По одному вопросу были вопросы, я вам сказала. По одному вопросу были клиенты? Нет, по одному клиенту были вопросы. А что с клиентом не так? Давайте, может, я подскажу, как человек со стороны. Нет, нет, все в порядке, нет, все в порядке. Это секретная информация? Нет, не секретная. Тогда выкладывайте. В смысле? Ну, мне интересно. Что интересно? А мне интересно, сколько вам лет? Вы же не отвечаете на этот вопрос. Я вам отвечу, если вы мне сейчас расскажете о том, о чем вы общались с финансовым департаментом. Нет, эту информацию я не имею права распространять. Зачем? Она вопроса не нужна. Так же, как и вам не нужна информация о моем возрасте. Какой цель вы оставили свою регистрацию? Чтоб деньги зарабатывать, а не про возраст рассказывать. Так. Что вас заинтересовало в рекламе? Возможность заработка. Каким образом? А каким образом, это уже вы мне расскажете. Для того, чтобы я могла вам предложить какие-то условия сотрудничества, мне нужна информация. Я задаю вам адекватные, нормальные вопросы, на которые мне нужны ответы. Задавайте. Только помните, что я буду задавать вопросы, на которые мне нужны будут ответы. И в случае отсутствия этих ответов, вы автоматически превращаетесь в биаку, которая вечером на тыкве поедет домой, а не на карете. А что случится с моим автомобилем? Я так и не поняла. Он превратится в маршрутку. В маршрутку? Да. Каким образом? Ну, если вы собрете, то он превратится в маршрутку. Я не буро обычно клиента. У меня нет такой цели. А с какой целью вы позвоните? И все же, сколько вам лет? Я звоню, чтобы помочь вам активировать ваш торговый счет. Так помогайте уже активировать торговый счет. Вы препятствуете этому, по-моему. Почему? Ну, потому что вы меня спрашиваете про возраст, и все, и мы на этом застряли, увязли. Чем быстрее вы ответите, тем мы пойдем с вами дальше. Ну, представляете, вот мы перестанем с вами разговаривать, ваше руководство, финансовый департамент, топ-менеджеры будут прослушивать и скажут, Людмила, а почему ты человека вообще не проинформировала по поводу активации счета и так далее? Чего ты уперлась в этот возраст? Вот тебе штраф, и влепят вам. Не переживайте об этом, Олег. Я уверен, у вас есть какие-то кредиты, которые тянут вас, напрягают. Микрозаймы, возможно, какие-нибудь еще. Расскажите об этом. Что вас гложет? О чем рассказать? Меня ничего абсолютно не гложет. Просрочка и пофигу, да? В смысле? У меня нет просрочек, у меня нет кредита, Олег. У меня все в порядке. У меня хорошая зарплата, у меня достаточно хорошая, да, премиальная, поэтому у меня все в порядке. Ну, тогда не лишайте себя премиальных, а рассказывайте о сути вашей работы. А не спрашивайте меня про мой возраст, который, как я уже обозначил, от 18 до 100 лет. Сколько вам полных лет, Олег? 74. Ну вот, видите, вы стеснялись почему-то об этом говорить. Ничего же секретного нет, правильно? Хорошо. В силу возраста я просто забыл, пришлось достать паспорт из тумбочки. Ну, отлично, видите, хорошо, что вспомнили. А вы сами-то работаете? Нет, я же пенсионер уже. Почему на пенсии? Потому что 74, вы не слышали? 74, я слышала 34. И по голосу думаю, ну, так, вам 74 года, вы уже на пенсии, правильно? А ранее кем вообще трудились? Ранее работал в обсерватории. Какую должность вообще занимали? Зам. директора по наблюдению. У нас был департамент по наблюдению за восточной частью неба. Интересная работа. А как вообще попали в обсерваторию? Какое-то образование было? Как вообще? По блату. Какое-нибудь образование. Я работал... Я поняла. Я работал директором одной сельхозфермы. Мы выращивали цыплят-бройлеров. Но у меня был зять. Ну, есть зять. А он уже астроном профессиональный. И по блату меня пристроил. Вот с директора фермы я сразу стал замдиректор обсерватории. Тихо-Кукуевская областная обсерватория. Может, слышали? Честно, нет. Хорошо. Ну, выберите потом в гугле. Посмотрите. Очень известная лаборатория. В Южных Карпатах находится. Договорили. Хорошо. Олег, а почему интересуетесь сфера вообще вот, да, там, дополнительного дохода? Вам на что-то не хватает денег? Ну, мне не хватает. Я хочу, да. Хочу освободиться от своей работы и путешествовать по Европе. Как нормальный, цивилизованный пенсионер. А вы говорите о своей работе. В то же время вы не работаете и на пенсии. В тавтологии, получается. Нет? Работаете сейчас или не работаете? Не, не работаю. Так. А почему вы говорите, я хочу освободиться от своей работы тогда? Ну, заговорился. Вы меня заболтали. Я вас заболтала. Хорошо. Какого сейчас вообще, в принципе, ну, плюс-минус дохода? И на какой уровень дохода вы бы хотели выйти? Доход у меня какой, да? Да. Ну, сейчас у меня около 100 тысяч в месяц. Это у вас пенсия 100 тысяч или есть какие-то еще источники дохода? Плюс еще источники дохода, да. К нам обратились. Почему? Зачем? Чтобы увеличить свои источники дохода. На какой уровень дохода хотели бы, в принципе, выйти? На высокий. В цифрах. В цифрах? В цифрах. А, в цифрах. Ну, какие цифры вы предлагаете? На те и выйду. Все зависит от ваших, да, финансовых аппетитов, от ваших потребностей. На что вам нужны деньги? На что вам нужны деньги? Так, смотрите, к нам, ну, честно скажу, обращаются в основном клиенты, это же, либо же выплата кредита, да, либо же хотят как-то там развиваться, да, открыть свой бизнес. То есть, люди к вам обращаются и вносят свои средства, уже имея какие-то кредитные обязательства, да? Для чего? Нам люди обращаются, чтобы погасить свой кредит. Ну, я и говорю, что люди к вам обращаются, уже имея какие-то кредитные обязательства. Ну, чтобы мы помогли, конечно, избавиться от этих долгов. И вы, конечно же, помогаете. Да. Бедные люди. Спрашиваете, какие у меня цели, да? Да. Я хочу выкупить обсерваторию. Для чего? Чтобы она была моя. А для чего она вам нужна? Ну, я хочу привлечь инженеров, всяких очень интересных и продвинутых, и переоборудовать те два телескопа, которые у нас находятся в гиперболоиды. Знаете, что это? Нет. Мне хотелось задать вопрос, а что это? Гиперболоиды — это новый тип телескопов, которые сканируют небо, и при наличии определенных условий они могут наносить непоправимый ущерб каким-то объектом, радиусом не более чем 3 километра. Диаметром, вернее. Так. Вот. А для чего это? А вы не знали? Инженер Гарин, кстати, разрабатывал гиперболоиды. Не слышали? Честно, нет. В прошлом, в 20 веке, был такой инженер в Российской академии науки по фамилии Гарин. Ну, можно, опять же, в Википедии посмотреть. Вот. Он занимался разработкой гиперболоидов. Вот. Так что на вооружении у российской науки имеется несколько гиперболоидов, но они сейчас в замороженном состоянии, и у меня большие планы на этот счет. Я хочу возобновить научные разработки в этом направлении и установить в итоге гиперболоиды. Так что у нас появится новая обсерватория. Если я с помощью вас, вложив средства, заработаю деньги, в Тихо-Кукуевске появится гиперболоидная обсерватория. И, возможно, мы привлечем еще больше средств, когда это уже заработает. А для чего нужны эти гиперболоиды? Да что они делают вообще? Просто в этой сфере, ну, не сильна, честно скажем, да. Поэтому, что они дают вообще? Для чего они, в принципе? Ну, вот как обычным, да, гражданам. Вот как мне, например, да. Ну, которые, я не понимаю, сканируют небо, да, не приносят ущерб каким-то объектам. А для чего сканировать небо? Ну, небо вообще, в принципе, астрономами сканируется. Все это делается с помощью различного типа телескопов. Вот. Также это можно делать с помощью гиперболоидов. Гиперболоиды, они были в разработке, они были доведены уже до конечной стадии производства, но наступила эпоха, когда Советский Союз стал закрываться и открываться новая Россия. И эти разработки на конечном этапе заморозили. Сейчас у меня большие амбициозные планы на этот счет. Ага, я поняла у вас. А где вы проживаете вообще территориально? Это город Тихо-Кукуевск, областной центр. Хорошо. О каких венгарх сейчас идет речь? Вот у вас сейчас доход, ну, плюс-минус, вы говорите, около 100 тысяч. А на какого уровня дохода хотели бы выйти вообще? Ну, вот вы предлагаете какой-то процент, который может позволить себе ваша компания для клиента, да? Вот этот процент. Проценты могут быть разные. Все зависит от того, какой пакет акций, да, вы приобретете. Вот вы же по рекламе смотрели, да? Я же не знаю, какой пакет акций приобрету. Продолжайте. О том, что можно, да? Хорошо. Вносите вы свои деньги, а не в нашей компании вносите вы свои деньги, не мне лично, вы вносите на свой торговый счет, с которым вы будете в дальнейшем продолжать работать. Людмила, а почему шумно у вас? Очень много коллег работает. А вы в одном помещении там все толпитесь и ютитесь? Мы не ютимся, у нас достаточно просторный офис, ну, все комфортно, честно. А можно вот на 5 секунд тишины, я хочу услышать, что говорит один из ваших коллег. А что вы хотите именно услышать? Ну, можно на 5 секунд просто на 5? Мне просто любопытно. Я могу вам даже передать, да, телефон другому специалисту, можете пообщаться. Давайте. А что от этого изменится вообще? А потом вернусь к вам, да? Для чего? Нет, подождите, вы можете передать, или вы и так просто ляпнули, думая, что я откажусь? Я могу. Нет, я не ляпаю, я говорю. Ну, передавайте, раз слово произнесли, так сдержите его. Ну, вы же слышите, что коллеги разговаривают, то есть я не могу прервать разговоры. Так вы можете передать или не можете передать? Вы как-то вот опять, вот тут вы уже начинаете крутиться и вертеться. А для чего? Я спрашиваю вам, для чего? Для чего? Для чего? Вы сказали, что я могу, значит, давайте передавать. Или говорите, что не можете передать. Чего ж вы слова-то на воздух бросаете, на ветер? В данный момент не могу, потому что коллеги рядышком будут также разговаривать. Вы пообещали передать трубку любому из ваших коллег, а в итоге не можете передать трубку. Стало быть, с попыткой заработать у вас такая же история. Вы можете предложить человеку заработать деньги, а на самом деле точно так же не можете предложить такое, да? Где вы находитесь, скажите, пожалуйста? По цели вы оставались вообще от своей регистрации. А где вы находитесь? В офисе. Офис где находится? В Эстонии, в Таллине. Газпром в Эстонии, в Таллине? Нет, Газпром находится в России. А каким образом вы представляете Газпром, находясь в Эстонии, в Таллине? Мы являемся партнерами компании Газпром. А вы, будучи партнерами компании Газпром, имеете юридическое название какое-то? Конечно. Какое? Компания называется Ассет Групп. Ассет Групп? А, ну я видел. Вот я сейчас открываю страницу Ассет Групп. А где здесь вообще признаки того, что вы являетесь партнерами Газпрома? Вы проходили регистрацию по программе Газпром? Так проходил я регистрацию, где Газпром был заявлен, да. Но я сейчас не вижу у вас признаков этого. Вы видели логотип Газпрома? А если бы я там видел логотип SpaceX, то что? Чего логотип? SpaceX. Хорошо. Если бы вы прошли регистрацию по программе Газпрома, я регистрацию прошел для того, чтобы заработать деньги. Поэтому, чтобы уже подойти ближе к делу, я задаю вопросы. В процессе этих вопросов вы обронили, что можете дать трубку своему коллеге. Но оказывается, вы не можете дать трубку своему коллеге. Отсюда у меня появляются новые вопросы. Вы же слышите, что человек рядом сидящий, да, сидящий рядом, он разговаривает по телефону. То есть ему нужно прерваться. Какой сидящий? Сидящий. Нет, ну на самом деле я слышу не сидящего рядом человека, я слышу у вас какой-то голдеж. Это не голдеж. Олег, мы будем говорить с вами по делу или будем говорить о том, что происходит, ну, как вам кажется, да, на фоне моего разговора, моего голоса? По делу? Да, отлично. Задавайте вопросы, я готова на них ответить. Я сейчас на своей странице, депозит, нажимаю пополнение, выберите торговый счет. Создать счет нужно? Назовите свой новый счет. Создать счет, абсолютно верно. Это ваша фамилия и ваше имя. Могу я назвать счет именем моей любимой кошки? Нет, счет должен назваться ваша фамилия и ваше имя. Фамилия у меня и так стоит, название аккаунта. В наименовании счета здесь предлагается внести какую-то комбинацию букв. Позвольте, я все-таки назову, мне приносит удачу имя моей любимой кошки. Мошня, можно я так назову? Мошня. Название вашего торгового счета должна быть ваша фамилия, ваше имя. Олег Сергеев, так и написано, ничего не изменилось. При этом торговый счет называется Мошня. Что, в чем проблема? Вы бюрократ по своей природе, видимо, да? Вот с вами очень тяжело, Людмила, очень тяжело. Может, все-таки передадите гарнитуру кому-то другому? Для чего? Ну, потому что с вами тяжело. Работать. Олег, мы сейчас с вами чем занимаемся? Активация вашего торгового счета? Да, да, вот смотрите, USD, баланс 0, сумму выбирают, 1000 долларов, если вы не против. Оформить сейчас. Видите, все, можно оформить. А вы прицепились к названию торгового счета. Ну, назвал Мошня. Что вам от этого? Коробец, что ли? Не, не ничего, абсолютно, но, скорее всего, что вам не получится. Да получится. Как, у меня уже он выбор, карту я могу записать. Сейчас я карту запишу. В чем проблема? Я пополняю уже, да? Пробуйте. Задор пропал в голосе. 80 тысяч рублей, а задор пропал. В смысле, задор пропал? Нет, абсолютно, все в порядке. Ой, тут еще и адрес, нужно писать город и все такое. Конечно же. Ой, так, ладно, тихо, кукурск, тихо, кукурск, кукурск, кукурск. Ой, какой ужас у вас в офисе творится, как вы работаете? Я не понимаю, какой-то галдеж, кто-то орет. В чем вы говорите? Гавкать скоро начнут и хрюкать ваши сотрудники. Я уверен, вам за них стыдно. Вы, как интеллигентный человек, скорее всего, стыдитесь их. Мне абсолютно нечего стыдиться. Почему? Вы, кстати, какой вуз заканчивали? Или так? Сейчас имеет какое-то значение? Ну, пока я заполняю, просто интересуюсь, к чем вы живете? Какие у вас моральные принципы в жизни? Что конкретно, в каком вопросе всех этих перечисленных у вас сейчас обладает больше, скажем? Какое учебное заведение закончили? Университет. Какое? Я изучала экономику и права. В каком университете? Я в Европе получала образование. В Европе? Ух ты, а где именно? В каком городе? В какой стране? В Эстонии, в Таллине. А, там же в Таллине. Угу. Таллиннские государственные университеты экономики и права, да? Да. Ну и как закончили, диплом какого цвета? Лег, мы о чем сейчас говорим? На каком вы этапе сейчас заполнение? Я заполняю адреса. Я просто, а адреса заполняется? Тьфу, диплом какого цвета? Видите, я заговариваюсь, потому что как раз телефон записываю. Телефон, телефон сейчас будет уже красного цвета, действительно. Смотрите, все, я заполнил. Осталось нажать кнопку оплатить. Нажимай. Нажимаю. Вам придет сейчас на ваш номер телефона отчет от банка, там где вы увидите сумму, дату, время и код активации вашего торгового счета. Код вам нужно будет ввести. Ой, почему хлопает народ у вас? Скажите, пожалуйста. Елена Ваинга приехала к вам со своими песенками или что там? Почему хлопает? Клиент активировал свой торговый счет. И сразу музыка заиграла, как в кабаке? Она до этого играла. Музыка? Нет, до этого хрюкали, кричали там у вас. Нет, это играла музыка. На каком этапе вы сейчас? Какую же музыку вы ужасную слушаете? Музыка, которая в виде хрюканья и криков. Транзакция отклонена банком. Людмила. Ну, я же вам говорила. Причина написана? Причина отмашня. Видимо, банк не хочет пополнять счет машины. Банк, может быть, знает что-то, чего не знаю я? Может быть. Я же вам об этом говорила. Либо же достаточная сумма у вас была на вашей карте. На моей карте около полумиллиона, если в рублях. Как думаете, достаточно или нет? Я поняла. Причина действительно сейчас в том, что вы указали неправильно, неправильный формат, да, заполнили. Я же могу назвать торговый счет как угодно, но я назвал его тем именем, которым им положено, называть такие торговые счета. Машня. А карту я уже заполнял корректно. Но ее банк отклонил. Как это понимать? Из банка вам звонили, пока мы с вами сейчас разговаривали? Нет. А должны? Не, из банка мне периодически звонят о том, что кто-то пытается на меня кредит оформить или изменился мой финансовый номер. Давайте так, через финансовый департамент. Мы сейчас заполним еще вот рекларацию, отправим ее в банк. Но мы ее отправим не на тысячу долларов, а мы ее отправим на 250 долларов. Оставайтесь на линии одну минуту. Алло, Олег, здравствуйте. Меня Мария зовут. Я представляю финансовый департамент торговой площадки «Аксосгрупп». Ваш аккаунт-менеджер передал звоночек. Говорит, что у вас есть какие-то вопросы по поводу активации вашего торгового счета. Верно? Да, все верно, Мария. Почему мой счет не активируется? Что это за безобразие? Мне куда-то жаловаться? Служба безопасности, может быть? Это что за компания такая? А вы каким образом активировали свой торговый счет? Расскажите в двух словах. Заполнение карты. Вообще у вас голос такой же, как у Людмилы. Людмила, это вы, что ли? Вы там за всех? Меня Мария зовут. Я не знаю. А почему у вас у всех голоса одинаковые? Людмила была с таким же голосом. Вы там все откуда выходите? Бывают люди с похожими голосами, с похожей внешностью. Давайте все равно активируем вашего счета. Через какой банк вы делали запрос? Сберегательный. Банк как? Это у вас сберегательный счет. А банк как называется? Сбербанк. Какой? Восточный. Восточный банк. Хорошо. Карта у вас какой платежной системы? Восточный Сбербанк. Так вы с Восточного банка пополняли счеты или со Сбербанка? Не понимаю. Восточный Сбербанк ВТБ. Вы из трех разных карт пытались пополнить торговый счет? Да, Тинькофф. Да, но я сейчас проверю. Проверяете? Сколько можно ждать? Полчаса меня муссолили. Я пытаюсь пополнить. Черт знает, что творится. Я вижу, что вы пытались активировать торговый счет. Карта мастера 54, 59, 72 и последние 4 цифры 89, 58. Это что за карта у вас? Какой банк? Сбербанк Восточный. Это карта. Тинькофф ВТБ. Так Сбербанк или Восточный, или Тинькофф, или ВТБ. Олег, послушайте, вы шутки хотите шутить или хотите активировать счет? Давайте серьезно. Мои намерения очень серьезные. А у вас намерения серьезные? Почему вы препятствуете пополнению счета? Я вам ни в чем не препятствовала. Я уверен, что препятствуете. Переключите на начальника службы безопасности. А может быть, вам еще вертолет вызвать и красную ковровую дорожку поселить и с шампанским вас встретить? Олег, хотите открыть торговый счет? Давайте я вам в этом помогу. Не вопрос. С какой карты будете вносить депозит? И на какую сумму? 80 тысяч. 80 тысяч. Это будет карта какого банка? Сбербанка Восточного, Тинькофф, ВТБ. Хорошо. Берите ее в руки. Смотрите, какая она у вас в платежной системе. Подождите. Мне нужно успокоиться. У меня руки трясутся, потому что вы меня просто взбесили. Что? Что вы говорите? Я вас не услышала. Сейчас я успокоюсь, говорю. Я ее держу в руках. Да, вы тут потратите, что узнаете. Руки трясутся, потому что я на взбоде. Безобразие такое. Ну, как можно не нервничать? Ну, ничего же страшного не происходит. Правильно. Ну, как не происходит? Людмила меня мусолила полчаса. Спрашивала. То, спрашивала, что такое гиперболоид. Вот вы знаете, что такое гиперболоид? Вы знаете, что такое гиперболоид? Она, например, не знает. Ну, как можно работать? Как можно закончить? Высшее учебное заведение не знает, что такое гиперболоид. разработки советских ученых и инженеров ну потому что людмила молодая девушка она может не знать я к примеру не знаю советских ученых вот вам сколько мне 18 плюс вот это правильный ответ я тоже так отвечал на людмилу это не устраивало людмила сказала что ваш офис находится на улице будрайтиса верно будрайтиса 16 дробь 4 офис 16 просто сален и соня вам людмила говорила она рядом со мной стоит а еще делать нечего почему она рядом с вами стоит пускай пойдет санитарную комнату пускай помоет кружки после чая в конце концов чё она там стоит делать ее директор так давайте так коллег это рекомендация вас не должно интересовать вообще но извините мои профессиональные привычки я просто директором работал на ферме аналогичной вашей хорошее слово работал понимаешь на пенсии уже на заслуженной да ладно сколько лет вам людмила знает выше все-таки сами утверждаете что в курсе о чем есть не общался значит знаете сколько мне лет 18 плюс как и вы мне ответили 74 года я в жизни не поверю у вас голос намного моложе ну и что и так вы будете активировать свой торговый счет вам в этом помочь или нет помогите мне в конце концов да берите вашу карту на которой у вас доступна сумма в которой вы желаете активировать счет да взял я уже давно держу уже и положил два раза это карта которая 54 69 да хорошо карта оформлена на ваше имя да давайте сверим анкете вы указали олег сергеев правильно ну я вношу эту информацию терминал вашего банка у вас есть терминал моего банка да банк мне выслал электронную декларацию которую мы с вами сейчас заполним по вашим голосовым командам я думаю вам банк привез вот эту большую железную коробку олег вы сейчас ерничаете я не понимаю вас такой целью вы вообще оставили регистрацию давайте начистоту нужно зарабатывать деньги пытаюсь пополнить счет вы мне простым языком выражаясь делаете мозги в чем ваша задача не делаю извести человека вы не хотите чтобы люди вносили свои инвестиции задача помочь зарабатывать так помогаете уже ну что это такое вы издеваетесь не думаете первое что я вношу в терминал это срок действия вашей карты месяц и год озвучьте но 6 23 я за вами буду повторять потому что данные у меня шифруются черными точками чтобы я не допустила ошибку вы меня исправляйте хорошо но 6 23 да что алло да хорошо неплохо слева направо диктуйте номер вашей карты голубушка она у вас записана зачем ее диктовать заново она у меня не записана но вы же сами называли цифры что я вижу это первые шесть и последние четыре а мне нужен весь номер карты давайте я назову те которые вы не видите диктуйте полностью номер карты разговор записывается на банк олег такая такая политика работы по-другому нельзя слева направо по две цифры диктуйте номер 54 69 72 00 сил нет моих уже не на всводе 1447 гость 14 вы еще издеваетесь смеетесь надо мной да нет сотрудник меня какой еще сотрудник у вас рядом Людмила стоит чем она вас смешит сапожки новые показала с дыркой я себе мозги сделал давно когда учился замечательно диктуйте последние четыре цифры если гипербалует все-таки доведу до ума то мозги сделаю вам диктуйте номер карты последние четыре цифры 89 58 89 58 чего вы так медленно это произносите вы реально надо но издеваетесь вы можете говорить так же быстро я сделала ошибку я закрываю декларацию открываю новую сергей возьмите себя в руки почему вы делаете ошибки вы в школе тоже делали ошибки в институте если вы там учились тоже делали ошибки потому что когда вы диктуете номер карты в кулинарном техникуме вы тоже делали ошибки какой вы вредный дедушка я не могу просто вы что успокойтесь вы так работать не сможете это сфера инвестиций у вас нервы уже на пределе да безобразие просто а когда будете видеть большие деньги у вас большие деньги меня не испугают я их уже видел у меня есть телескопы в аппаратуре давайте задумать давайте так давайте успокоимся еще раз давайте вдыхаем глубоко вдыхаем давайте вместе помогите давайте я должен слышать мне нужно ведущий человек нужен олег вдыхайте я за вами буду повторять вдыхайте вдыхайте приехать танцевать или что но это я когда уже большими деньгами обзаведусь тогда я вас вызову сколько час кстати стоит у вас возраст не позволяет успокойтесь час сколько стоит что стоит час какой час час ваших танцев грязных и лишитесь и лишитесь очень важного инвестора да бога ради у меня таких инвесторов как вы знаете сколько инвесторов почему вы выражаетесь как будто это профессиональный жаргон бухгалтеров инвесторов трейдеров это что такое инвестора инвестора себя так не ведут как вы успокойтесь а я не инвестор очень далеко а а а а а а а а а как Продолжение следует...